На Люберецкой подстанции скорой медицинской помощи состоялась торжественная церемония вручения нового медицинского прибора. Глава городского округа Владимир Ружицкий по поручению губернатора Московской области приехал, чтобы передать медикам аппарат для непрямого массажа сердца. Современная медицинская техника призвана помочь в самых тяжелых случаях реанимации пациентов. Тему продолжит Виталия Куликова. Праздники и торжества на подстанции скорой медицинской помощи – редкий случай. Некогда. Всегда нужно спешить на помощь к пациентам. Вот и на этот раз медики собрались буквально на несколько минут. Повод приятный. Глава округа Владимир Ружицкий приехал вручить современный прибор для непрямого массажа сердца «Лукас». Он необходим в случаях, когда пациент находится в состоянии клинической смерти. Я могу сказать сегодня огромное спасибо за тот труд, который вы делали всегда, особенно за этих последних полтора года, потому что вы сталкиваетесь с конкретными ситуациями, достаточно зачастую очень печальными. Я хотел бы пожелать, чтобы ваш труд, он благодарный в конечном итоге. Но я искренне желаю, чтобы вот этим благодарностью не было конца и края. Я искренне желаю, чтобы вы были тоже здоровы. Каждую неделю в службу скорой помощи округа поступает почти 3000 вызовов. Из них не менее 400 – экстренные. Нагрузка большая, признаются медики. Однако жаловаться они не привыкли. Рады, что в их арсенале пополнение. Таких приборов в Московской области всего 12 штук. И один из них теперь в распоряжении люберецких фельдшеров. Глава городского округа Владимир Петрович Ружицкий вручил этот долгожданный, можно сказать, подарок. Он у нас на люберецкой станции уже второй по счету. То есть есть уже опыт пользования. И хочу сказать, что это действительно так. Он необходим. Необходим как устройство, как аппарат, который спасает жизни. Сразу после церемонии аппарат передали бригаде реанимации. Он теперь тоже на боевом посту в машине скорой помощи. На современном рынке медицинской техники аппарат «Лукас» считается самым эффективным, простым и удобным. И еще, что очень важно, не тяжелым. Его вес – 7 килограммов. А это значит, фельдшер его легко сможет донести до пациента. Ну а включение и установка дела техники занимает всего 20 секунд. Старший фельдшер Константин Апольский на станции скорой помощи работает более 30 лет. Говорит, иногда помощь такого аппарата – единственный шанс спасти пациенту жизнь. Аппарат применяется тогда, когда наступила клиническая смерть, произошла остановка кровообращения. Какой бы подготовленный медицинский работник не был и физически, и морально, значит, эффективно проводить непрямой массаж сердца он может несколько минут. Не больше пяти. Дальше надо либо меняться, либо что-то делать. Аппарат позволяет человека разгрузить от этой физической работы. Аппарат для непрямого массажа сердца – поистине умная техника. Он работает по европейским рекомендациям. Включается быстро, нажимает на грудную клетку с нужным усилием. Затем сигнал. Короткий перерыв. Медик в это время должен сделать два вдоха искусственного дыхания. Снова сигнал. Продолжение реанимации. Это самый эффективный аппарат для непрямого массажа сердца, говорят люберецкие медики. Главное, чтобы он оказался в нужное время, в нужном месте.